Я прочитала проповедь о зависти Григора Татыва Ци. Но как избавиться от зависти, когда все осознаешь, но ничего не получается? Не хотя, а завидуешь. Здравствуйте. Зависть – это первоначальное семя всякого зла, первое порождение всякого греха. Первый согрешивший на небесах завистью и гордостью был ангел Деница. Завистью же дьявола смерть вошла мир. Книга Премудрости Соломона, 2 глава, 24 стих. Первый согрешивший раю был Адам. Первое поизгнание согрешившей завистью был Каин. Многочисленные примеры из истории Ветхого и Нового Заветов показывают нам, с каким коварством, с каким расчетом действуют люди, одержимые завистью. Зависть фарисеев, архиереев и книжников окружала Христа в течение всего времени его пребывания на земле. Не случайно этот грех является одним из семи смертных грехов. Запрет же его содержится уже у Моисея в последних десяти заповедей. Не желай дома ближнего твоего, не желай же ни ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Книга Исход, 20 глава, 17 стих. Грех зависти предполагает убеждение в несправедливости установленного Богом порядка и мироустройства. Но равенства на этой земле быть не может. Как говорят святые отцы, если у всех все будет, то не будет места любви. У тебя избыток богатств? Прояви свою любовь по отношению к другому, а он проявит любовь по отношению к тебе. В неравистве скрыт глубокий смысл. Оно заложено в мире с самого его начала. Даже ангельские чины не было равны. А перед Богом мы все равны, а между собой, конечно, отличаемся. Как не равна, к примеру, шестерка девятки. Возрастать творчески и стремиться к достойному вознаграждению за свои труды не порог до той поры, пока этот рост совершается на основании собственного, Богом данного потенциала. Евангельская притча о талантах очень ясно и образно об этом говорит. Приумножайте то, что вам Господь дал. Когда человек признался себе «я завидую», значит он осознал свой грех и может двигаться дальше. Святые отцы учат, что от зависти можно избавиться, делая добро и не подпитывая себя эмоциональными мыслями и желаниями. Чтобы не поддаваться действию зависти, никогда не следует сопоставлять свою жизнь с жизнью других. Нельзя задавать себе вопрос, почему этот человек имеет больше, чем я. Почему он преуспевает больше, чем я. Почему он достиг какой-то высоты, а я нет и так далее. Мы должны смотреть на себя как мытарь, а не как фарисей. Мытарь предстоял перед Богом как человек недостойный, заслуживающий наказания, но надеющийся на милосердие Божие. Он ни с кем себя не сравнивал, и сердце его было свободно от зависти. Будем благодарить Бога за то, что нам дано, а не хулить Его за то, чего нам не дано. Спасибо.